Привет! И сегодня я решила сесть и рассказать вам о моём недавнем проекте, который наконец-то у меня получилось реализовать, а именно это я выпустила свои слайдеры совместно с магазином слайдеров, я слайдерс, и хочу вам рассказать, как всё это происходило, вообще как мне пришла в голову эта идея, как всё это разрабатывалось, потому что даже в тиктоке вы меня несколько человек просили рассказать подробнее, как вообще проходил весь этот процесс, как получилось так, что я создала свои слайдеры. Начать, думаю, стоит с того, что эта идея мне пришла примерно летом, по-моему. Вот я сидела и думала, блин, а вот у меня есть мои дизайны, рисунки, которые, ну, это, наверное, будет громко сказано, но, которые нарисовала я и которая сделала на них тренд. Яичница точно. Вы видите, сколько у меня просмотров в Пинтересте на этой фотке, хотя я выложила её совсем недавно. Эта фотка разлетелась по всему инстаграму, я не говорю уже о тиктоке, было кучу работ, в которых меня отмечали, мне скидывали. Помимо яичницы у меня есть акулы из Икеи, которую до меня на ногтях не рисовал никто. И креветки, в принципе, тоже я хотела отметить. В общем, у меня были такие дизайны, которые рисовала только я, и это было моей такой, наверное, отличительной фишкой. Я надеюсь, вас не смущает этот блик на моём лице от жалюзи. И я сидела и думала, что слайдеры, в принципе, это же, наверное, не так сложно сделать. Можно найти какую-нибудь компанию, которая согласится напечатать мне партию слайдеров по моему макету. То есть я сама всё это отрисую, просто им скину фотку, которую они должны будут, грубо говоря, напечатать. И они мне вышивают, там, не знаю, партию 100 штук, и я планировала это продавать через себя. У меня даже на примете была одна такая... Я не знаю, можно назвать это компанией. Одна такая, да, компания, будем говорить, которая, в принципе, печатала оптом 100 рублей за один набор слайдеров. Но я как-то подумала, и... Да-да, было бы прикольно. Как раз, типа, как раз девочки, которые не умеют рисовать, но при этом хотят такую же акулу, могли просто взять её и наклеить. Тем более, слайдеры это такая универсальная вещь, которую можно... Короткие, длинные ногти, можно даже на обычный лак приклеить слайдеры. То есть это что-то такое универсальное. И вот я подумала-подумала, и... Просто думаю, ну, как-нибудь потом. Хорошо. И примерно через месяц в ТикТоке мне начинает податься аккаунт с очень крутыми слайдерами. Конечно, первый, по-моему, раз я обратила внимание у них на слайдеры с Наруто, потому что... Вообще, я как-то искала даже на Алике слайдеры с Наруто, их не было. И вот тут я нашла, думаю, блин, прикольно. Посмотрела и поняла, что они, ну, сами разрабатывают, печатают. Круто, думаю, надо будет у них как-нибудь заказать. Даже уже сидела, искала, смотрела, заказать, не заказать. Потом думаю, вот, ну, на следующей неделе закажу, там как раз время всё это, чтобы переделать ногти будет. И тут списалась я с этим магазином в Инстаграме, и мы договорились посотрудничать по бартеру за рекламу. Они мне пришли несколько пачек слайдеров на мой выбор. Я сниму рекламу. Я согласилась, думаю, блин, круто. И решила спросить, печатают ли они слайдеры на заказ по моему макету. Они сказали, что да, там вот так-то, так-то. И как-то было так, что я имела в виду напечатать слайдеры по моему макету, чтобы я продавала их через себя. А они так написали, что, типа, мы правильно поняли, вы хотите сделать коллекцию, чтобы эта коллекция продавалась у нас в магазине. Я думаю, что со мной совместно коллекцию? Зачем мне это нужно? Но, да, они захотели коллекцию со мной как с нейл-блогером. Не знаю, можно ли так сказать уже. Я сказала, что да, можно будет. Вот так-то, так-то. Они сказали, что чуть попозже мне ответят, обговорят это все, там, ну, с главным. И потом через несколько дней они мне отвечают, прислали условия, типа, что им нужно, чтобы они напечатали мои слайдеры, расценки, то есть там, если я скидываю свой полностью отрисованный макет, они могли его вообще сами нарисовать. То есть, например, я говорю, что я хочу акулу, они ее сами рисуют. Но нет, я сказала, что я нарисую все сама. В принципе, для меня это не так сложно. И, ну, это было бы, наверное, правильнее. Это же мои рисунки. Это же моя коллекция. Я хотела, чтобы вот полностью все было мое. И я начала отрисовывать. Быстренько все на айпаде отрисовалась. Рисовывала с фоток своих ногтей. Акулу, креветку, яичницу. Еще долго думала, что добавить еще. И решила, что, наверное, более универсальные будут бабочки, которые тоже у меня были недавно на ногтях. И очень хотела сделать несколько надписей. И это была надпись «Я делаю маникюр». И надпись, которая мне безумно нравится. Я готова купить себе целую вот такую вот партию этих слайдеров. Или пластину сделать с этой надписью. Это я делаю. Я сделала эти ногти сама. Очень крутая. Я бы ее лепила всегда на ногти. Какой бы маникюр у меня не был. И вот я все это отрисовала. Все сделала. Им скинула. Обсуждали долго там расположение. Какие-то еще поправки вносили. Несколько раз меняли надписи. Потому что они печатались не очень четко из-за того, что мелкие шрифты. Там были тоненькие линии. Но в итоге я помню первый раз, когда они мне скинули только просто фото не уже напечатанных, а просто фотомакет. Как слайдеры будут, как картинки будут расположены в этом наборе. Я думаю, блин, как это круто. Очень красиво их расположили. Очень все красиво смотрится. И я подумала, что блин, это должен быть очень крутой набор стикеров, потому что слайдеров. В принципе, рисунки нейтральные. Они подойдут всем. Их можно будет прилепить на любые ногти. Там много повторяющихся рисунков. Может, для кого-то это минус, но для меня это плюс. Потому что у меня бывает такое, что я смотрю на набор слайдеров и думаю, блин, мне нравится вот это вот. Но это тут всего одна или две штучки этого рисунка. И как-то не очень. Фишка в том, что они очень... Они, по-моему, 40 рисунков размещают на одном своем наборе. Это очень много, потому что я видела наборы слайдеров, где там, блин, вот такой вот листок, но на нем картиночек 10 от силы. И они так в разброс сделаны. А они прям маленькие, красивые... Что я вам рассказываю? Где лежат? Маленькая, красивенькая бумажечка, на которой аккуратно размещены все картинки. В общем, уже где-то месяц все это длилось от разработки макета до, в принципе, получения мной уже моих слайдеров. Около месяца это все заняло, может, чуть больше. И я помню, когда они мне первый раз прислали фотку уже напечатанных слайдеров, я думаю, блин, какие они классные. Мне очень безумно понравилось. Я бы сама купила себе такие слайдеры. Я уже прямо с нетерпением ждала, когда они мне придут, когда вообще мы их презентуем, потому что мне было очень приятно, что до этого в TikTok из nail-блогеров такого никто не делал. И я очень хотела побыстрее это всем показать и всем об этом рассказать. Я помню, как они мне присылают трек-номер для отслеживания, и я каждый день залезала и смотрела, где мое это письмо. Оно ушло из Питера, и я прямо сижу, смотрю, оно должно прийти 15-го числа. Все, у меня уже были до 15-го числа подготовлены ногти, они были покрыты базой, цветом, укреплением. Все, на них было все. На них оставалось только 15-го числа, когда мне придут эти слайдеры, налепить эти слайдеры и все. Я помню прям как... У меня до сих пор просто не укладывается в голове, что все вот это вот... Что я все вот это вот создала, все это воплотила в жизнь. Тоже было безумно приятно, как я слайдер, со мной работали. Тоже какие-то поправки помогали мне выбрать цветокоррекцию, чтобы когда... Ну, на фотке же одно, а когда эти слайдеры напечатаешь, это уже другое. Они помогали выбрать цветокоррекцию, чтобы это лучше смотрелось. Расположение, нравится, не нравится. Как-то вот тут вот чуть-чуть получается кривенько, давайте вот тут вот чуть-чуть поправим. Очень было приятно, очень было комфортно, в принципе, с ними работать. И вот 15-го числа мне приходят эти слайдеры, я забираю их с почты. И мне еще с этим запечатанным конвертом нужно было идти домой. Это... Это был настолько длинный путь. У меня почта находится в 10 минутах, но вот я так долго шла, чтобы не открыть этот конверт там, потому что мне нужно было прийти домой и снять полноценно красивые видосики для ТикТока, чтобы это красиво потом все презентовать. И я прям иду с этим конвертом в руках, жду, когда я уже попаду домой, чтобы быстрее все это открыть и посмотреть. Открываю, там все это... у них все это так красивенько, минималистично оформлено. У них вот эти вот бумажки, такие вот мини-конвертики, в которые они упаковывают свои слайдеры. А у меня еще был конвертик белого цвета, то есть этот конвертик у меня остался от слайдеров, которые они мне прислали по бартеру. Вот, они были в таком крафтовом, а мои были в беленьком. Это было так красиво, это так эстетично все выглядело, я столько фоток понаделала, я вам их сюда все встала. В Инстаграме у меня есть пост на эту тему, есть несколько, по-моему, видосиков. В ТикТоке видосики есть точно. В Инстаграме есть красивые фоточки, тоже небольшой рассказ, как мы все это делали. И у меня есть... я создала отдельно актуальное с моими слайдерами, где можете тоже наблюдать за процессом, за распаковкой, как все это мне пришло. И я еще помню, вот мне пришли эти слайдеры 15-го числа, я думаю, ну все, на следующий день. Я уже отсняла видео 15-го числа, хотя мне слайдеры пришли вечером. Уже все у меня было готово, и я пишу им, типа, ну я как бы все, все отсняла, мы можем там завтра делать презентацию. Они такие пишут мне, ну нет, числа 20-го, еще пока рано. Я думаю, как я еще до 20-го числа доживу? Это мне нужно было дней 5 ходить, просто скрывать свои ногти, чтобы они никак не мелькнули вам видео в ТикТоке, чтобы они никак не мелькнули в Инстаграме, нигде. Конечно, в Телеграме, именно в чате. Там есть наша группа, где мы общаемся с девочками, и там я показала все им раньше всех, набор слайдеров, ногти, которые у меня получили. Ну и все, я помню, дождалась я того дня, дня презентации, у меня уже подготовлен написан пост, чтобы его выложить. Я выкладываю видео в ТикТоке, я как волновалась. В принципе, многим очень понравилось, мне безумно приятно, что меня поддержали в ТикТоке. Очень, ну, учитывая то, что у меня сейчас немножко упала активность, мы много просмотров набрали видео со слайдерами, многие спрашивали, где можно заказать, как круто, хочу такие. Вот, это было очень приятно. Кстати, да, если вы хотите заказать эти слайдеры, то я оставлю ссылку на Инстаграм Яслайдерс в описании. Можете к ним перейти в Инстаграм и написать им в Директ, что вы хотите заказать слайдеры. И вот как-то так это все получилось. Я думаю, если эти слайдеры будут прям большой популярностью пользоваться, то, я думаю, не будет проблемой нам с Яслайдерс выпустить еще какой-нибудь набор. Возможно, у меня на ногтях какие-то рисунки вам понравятся, и у меня уже будет идея, чтобы это сделать. Мне это и нравилось, что если я выпущу слайдеры, это будут не просто какие-то рандомные рисунки, это будут рисунки, которые я рисовала у себя на ногтях. И вот это вот мне очень сильно нравилось. Поэтому, да, за слайдерами переходите в Инстаграм Яслайдерс, видосики с этими слайдерами и многие другие интересные у меня в ТикТоке. Также в Инстаграме много интересных постов. Полезного вы там найдете себе много. Ну, на этом было все. Спасибо большое за просмотр и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok